Портрет незнакомки XIX века. Изящные черты, аристократическое лицо сегодня такое редко встретишь. Каждая картина этой выставки знакомит с людьми, жившими во времена Пушкинской эпохи. Русский акварельный портрет XIX века. Выставка из музея-усадьбы Останкина рассказывает жителям Владивостока о временах, когда о фотографии даже не подозревали. И только акварельная миниатюра была единственной возможностью сохранить любимый образ. Можно представить, как они в доме где-то висели, в кабинете, где дорогие сердцу милые вещи и портреты тех, кого любили, за кем скучали, о ком думали. То есть выставка носит такой, я бы сказала, лирически-камерный характер. 58 картин художников известных, как Соколов и Гау, так и непрофессиональных. Их герои тоже люди разные. Питерские аристократы и московские купцы. Здесь можно увидеть детские портреты и парадные официальные. Но самыми популярными были так называемые портреты домашние. Они показывают людей в привычной для них обстановке. Здесь их любимые предметы, они любимые в кресле, с какими-то атрибутами, с ларнетом, как символ того, что дама любила читать. Как выглядел ларнет или веер, можно увидеть тут же рядом. Сотрудники музея старательно подбирали подлинные предметы и аксессуары того времени, чтобы они перекликались с вещами, изображенными на картинах. И так увлекательно найти похожий кувшинчик на одном из мужских портретов. Это то, что является отражением менталитета русского народа. Это то, что каждый русский человек должен узнать, как, например, те произведения Лермонтова, которые мы изучаем в школе. В эти дни в картиной галереи приглушен свет. Акварель – материал очень хрупкий, свет и воздух его разрушают. Картины можно экспонировать не дольше двух месяцев, а потом они должны отдыхать. Ольга Сомкина, Денис Семисинов, Панорама.